Привет, ребята! Спасибо вам большое за такое количество вопросов. И начну отвечать на те, которые на стенке. Итак, Михаил Бобров спрашивает. Ань, когда ты последний раз испытывала чувство счастья и при каких обстоятельствах? Миш, чувство счастья я испытываю каждый день, смотря на свою Василису, потому что она растет, удивляет и делает какие-то новые-новые штучки. Так, дальше Миша интересуется. Ань, любишь ли ты автомобили? Если да, то какие? Ну, к автомобилям я отношусь спокойно, потому что я расцениваю их только как средство передвижения, каких-то особых предпочтений нет. Главное, чтобы машина была удобная. Так, дальше. Элеонора Чернякова спрашивает. Расскажи, пожалуйста, как ты питаешься и как следишь за фигурой? Ну, этому можно посвятить очень-очень много времени. Это моя любимая тема, я могу об этом разговаривать часами. Но основное, я просто стараюсь придерживаться правильного питания. Одно время я сидела на диете, которая называется «Шесть лепестков». О ней вы можете почитать в интернете, очень много информации. А сейчас я стараюсь раздельно питаться. И, ну, спорт, естественно. Я утром занимаюсь 20 минут зарядка. И вечерами, когда получается, посещаю фитнес-клуб. Так. Вот Александр Деревенец задает, пожалуй, самый оригинальный вопрос. Мне нужно было подготовиться, Александр, поэтому я обратилась к помощи Гугла. Значит, вопрос следующий. Внимание. Сейчас я чувствую себя, как в программе «Что, где, когда». Значит, вопрос от знатоков или от телезрителей, не знаю. Как ты относишься к гиперполярности временного континиума? Вопрос из Колумбии. Вот Александр, видимо, очень интересует этот вопрос. Он почему-то решил, что именно я смогу ответить, что мне очень лестно. Поэтому, Александр, я приготовила следующий ответ. Вот, начитавшись много полезной литературы по этому вопросу, значит, я придерживаюсь теории, космологии и релятивистской физики. В общем, концепция пространства-времени, она объединяет пространство и время в одну абстрактную вселенную. После этого, друзья, мне кажется, мой интеллект вырос порядка на два. Так, спасибо за вопрос, кстати, Александр. Поехали дальше. Задает вопросы рэпер Добрый Дми. Перечислить три самых важных качества людей для тебя, какая книга любимая? Значит, ну, три самых важных качества людей для меня это, наверное, искренность. Вот, искренность, сейчас, что еще такое очень важное? Ну, Доброта, что редко, и, наверное, благородство, вот как-то так. Вот, чего мало встречаешь сейчас по жизни. Так, и какая книга любимая? Ну, я очень люблю Маркеса, мне нравится его «Сто лет одиночества», и люблю Леонида Андреева, это из классики, естественно, Чехова. И самое-самое любимое моё произведение – это Булгакова «Мастер и Маргарита». Так, куда, вот Иван Селезнев спрашивает, куда в ближайшее время собираешься поехать? Хотела бы полностью поменять место жительства. Я про страну, кто в твоей жизни самые дорогие люди, кого ты любишь. Все. Сейчас, Вань, так, давай, значит, по очереди. Куда в ближайшее время собираешься поехать? Ну, в ближайшее время я никуда не собираюсь поехать, потому что сейчас очень много дел, работы и так далее, и так далее. Вот, поэтому поменять место жительства тоже не хотела бы, и страну нет. Я все-таки человек какой-то российский и советский, не знаю, как правильно, но, в общем, в другой стране жить я бы не хотела. Может быть, временно побывать в каких-нибудь тёплых странах, и там, например, в зимний период, когда противная пасмурная погода, и когда снег, и вся эта грязь, ля-ля-ля. Вот, я бы с удовольствием жила, где тепло. Так, а кто в твоей жизни самые дорогие люди? Самые дорогие люди – это моя мама и дочка. Вот, кого ты любишь? Ну, соответственно, люблю их, конечно же. И ещё у меня брат, и папа, и бабушка, и родственники. Вот, их всех очень люблю. Так, Владимир Яковлев спрашивает. Идеал мужчины какой он? Что важнее для тебя в отношениях, и насколько подходит под эти критерии ваш молодой человек? Вот такой вот вопрос. Ну, собственно, идеал мужчин какой он? Ну, мужчин здесь тоже тема такая достаточно широкая, и идеалы не бывают, мне кажется, идеалов вообще. Просто не бывает никаких идеалов, но, наверное, есть качества, которыми хотелось бы, чтобы обладал именно мужчина. Это честность, нежадность, доброта, искренность, чувство юмора обязательно, желание сделать свою женщину счастливой. Вот одни из качеств, хотя их можно перечислять ещё много-много, но главное, наверное, любить, ценить и уважать свою женщину. Так, что важнее для тебя в отношениях, и насколько подходит под эти критерии ваш молодой человек? Не понимаю, о каком молодом человеке Владимир меня спрашивает. Ну, собственно, важнее в отношениях, ну, важнее, наверное, доверие, взаимопонимание, желание друг друга помогать и стремление сделать другого человека счастливым, вот. Так, приходилось ли бить мужчину? Алексей спрашивает. Алексей, ну, знаешь, приходилось, приходилось-таки бить, било мужчину, и не раз. Вот, как это было, это уже другая история, один раз вот в школе било, ну, как било, но ударило парня, да, ударило парня с ноги, причём, вертухой. Так, пила ли кофе лювак? Спрашивает Алексей Маслов. Алексей, не пила я кофе лювак. Я пойду не имею, что это за кофе, может быть, ты мне потом поподробнее расскажешь. Так, Иван Селезьёв спрашивает. Как тебе ролик женский... Дет, дет. Вот, мне очень понравился этот ролик, Ваня, и особенно финал. Финал, мне кажется, точно про меня. Вот, всем советую посмотреть. Так, встретимся, пишет Иван Селезьёв. Вань, ну, как тебе сказать? Ну, наверное, нет. Прости. Так, Максим Порясов спрашивает. Анна, ты боишься щекотки? Максим, щекотки я не боюсь, честно. Сколько вам лет Анна Кирилл Юртаев интересуется? Кирюш, сколько дашь? На самом деле, мне 27. Не стесняюсь своего возраста, считаю, ничего в этом зазорного нет. Или там, как я кокетничать по этому поводу не собираюсь. Так. Какая твоя любимая обувь летом? Ну, то есть, какой-то определенной обуви летом нет. В принципе, я люблю каблуки. Вот. И даже летом, когда можно там побаловать себя с ланцами, я в основном ношу каблуки. Вот. У меня комплекс Наполеона просто, я маленького роста. Вот. Поэтому ношу каблуки летом, босоножки. Очень люблю. Так. У Максима Пырясова прям ряд вопросов, что касается моего внешнего вида. Поэтому сейчас по каждому пройдемся. Я вижу, что Максим явно хочет как-то предложить мне какие-то варианты одежды или обуви. Значит, дальше пишет. Ты чулки любишь? Ну да, люблю. Чулки люблю. Какой у тебя рост и размер ноги? Это все Максим Пырясова спрашивает. Рост у меня метр шестьдесят четыре, где-то так. Вот. А размер ноги тридцать семь. Да, тридцать семь. Стандартный. Любишь делать педикюр? Ну, люблю делать педикюр, Максим. Люблю. Так. Валерий Бойко спрашивает. Анна, что самое важное в твоей жизни и какие ценности приедешь в жизни? Хороший вопрос, Валер. Я в жизни самое главное, мне кажется, сейчас я все это больше, понимаю, это самореализация. То есть важно, чтобы человек смог себя как-то самореализовать и достичь того, чего он хочет. Будь то карьера, будь то семья, будь то здоровье, будь то физическая форма. То есть главное, чтобы поставленные цели максимально выполнялись. Поэтому в жизни главное близкие люди, которые с тобой будут идти всегда, и самые-самые родные, которых нужно беречь от всех неудач и проблем. И, наверное, для каждой девушки еще важно быть любимой и счастливой и делать счастливой своих близких людей. Мне кажется, это очень важно для каждого человека и для меня в особенности. Очень хочется сделать счастливыми своих близких. И, собственно, добиться тех поставленных вершин и целей, к которым я стремлюсь и иду. Вот. Так, 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 так. Валера так это спросил. Вот Юлия Миногарова спрашивает. Сложно ли совмещать работу и семью? Юль, на самом деле, да, сложно, конечно. Ни на что не хватает времени. И хочется все-все-все успеть. Но сложно, конечно. Но я максимально стараюсь уделять время семье, как могу. И успевать при этом работать. Но это сложно, правда сложно. Так, у тебя есть фобия? Да, фобия у меня есть. Она очень странная. Она появилась не так давно. Но фобия у меня такая. Я боюсь рыбу с головой. То есть я боюсь мертвую рыбу. Когда мне приносят готовую рыбу, там, запеченную в фольге или еще как-то приготовленную с головой, мне становится дурно. Вот. Эта фобия у меня образовалась во время беременности. И осталась навеки, видимо, со мной. Но вид рыбы с головой я просто не переношу. Вот, наверное, такая фобия у меня. Любишь ли ты цветы? Ну, да, похоронные венки. Нет. Цветы я не люблю. Я, в принципе, к ним очень спокойно отношусь. Из всех видов, сортов, цветов я больше всего люблю лилии. Потому что они ярко пахнут. И, пожалуй, вот только эти цветы. Так. Какие планы творческие на будущее? Фу-у-у-у. Планы, 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 планы. Планов очень много. Сейчас продолжаем съемки. Осторожно, Анна Грачевская. И это будет чуть-чуть меняться формат съемок. Вот. И локации будут несколько другие. Уже не клубные, а более социальные. Ну, и еще есть задумки других программ. Вот. Также скоро у нас на канале будет прямой эфир. Так что ждите прямые эфиры. Вот. А на самом деле еще есть задумка сделать спектакль. Потому что я по образованию режиссер. И хочется как-то свои таланты и возможности направить еще в это русло. И поставить спектакль, который давным-давно у меня есть в голове. Но еще не воплотился в жизнь. Поэтому буду стараться двигаться вот в этом направлении. Как ты все успеваешь? Ну, вот я уже говорила. Ну, как-то да. Как-то успеваю. И пытаюсь совместить все, что не совмещается. Объять необъятное. И, собственно, благо, что мне помогает мама с дочкой. Поэтому у меня есть возможность заниматься работой и творчеством в полной мере. Любимый цвет? Black. Only black. Да, черный я очень люблю. Но еще люблю красный. Пожалуй, два. Красный и черный. Так. Ты любишь экстрим? Экстрим. Ну, любишь, не любишь. Но я, да, отчасти экстремалка. Потому что, наверное, последняя моя экстремальная затея, или как правильно сказать, последний мой экстремальный такой выплеск – это я приняла участие в шоу. Не реалити-шоу в ринге «Только девушки», где 16 девчонок тренируются, соревнуются, я уже рассказывала об этом, и учатся кикбоксингу, и потом выходят на самый настоящий ринг и дерутся. Вот, собственно, для меня это такой выброс адреналина, и был бой. Скоро вы все это увидите на экранах. И, собственно, для меня это был такой некий экстрим. Потом еще в моей жизни был экстрим. Я прыгала с вышки, это было 300 с чем-то метров, я не помню, в Лас-Вегасе эта вышка, и я прыгала в свободном падении. Эмоции просто были нереальные. Теперь у меня желание прыгать с парашюта. Вот. И, может быть, еще какие-нибудь экстремальные виды спортов я бы на себе испытала. Вот так вот. Ну, на сегодня, я думаю, все, ребята. Вопросов еще много, но будем порционно общаться. И присылайте, задавайте, ждите. Я всегда с радостью с вами пообщаюсь, если что-то такое любопытное или интересное, или неординарное. Так что ко мне, ко мне, ко мне. Задавайте вопросы, советуйтесь. Я всегда с вами на связи. С вами онлайн. Ваша Аня Грачевская. Всем пока и всех благ.